всем привет привет рада вас видеть на своем канале как жаль что телефон не может передавать запаха который сейчас у меня в комнате вот я зажгла наконец-таки ароматические эти палочки да прям мой любимый запах паула санто прям как я люблю так что мы с вами будем сегодня делать смотреть расклад на тему эмоции которые не высказали или не выразили не знаю откуда у меня такая идея появилась вот но мы посмотрим с вами что это за эмоции почему потому что если они где-то не выражены значит они где-то сидят на нашем теле ну и как следствие добро пожаловать психосоматика да через какой-то период если еще этого не случилось так выбирайте пожалуйста позиции 1 2 3 тайм-коды есть в описании также есть одна единственная ссылка в описании к раскладу она называется мои услуги нажимаете на нее вот и там в документе сможете прочитать абсолютно все как записаться на консультацию что нужно сделать ссылка также на мой телеграм-канал и вот под роликом есть ссылка на мой второй канал где я записываю короткие ролики в общем вся информация необходимая присутствует ну и я вам пожелаю если вы смотрите расклад сегодня если вы смотрите его утром добрая добрая утра и пусть она будет солнечным с хорошими новостями и пусть вся ваша неделя будет незабываемый как-то так примут в эти запахи ах как жаль так думаю вы определились время вам было предостаточно и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек а положу его вот сюда так положи его вот сюда видно видно и это у нас с вами сюда по эту сторону это у нас с вами будет первая позиции так единички смотрим что это за эмоции до которые вы не высказали либо не выразили что это за эмоции работать буду на колоде за тару сумасшедшего дома кому это интересно что это за эмоции тайна да тайна тайные какие-то эмоции так как поставить вот так это будет дарят с чем это тайна связано такое ощущение чтобы вот вы эти эмоции да как будто бы долгое время держите долгое время держите они как будто бы периодически да как-то вот всплывает на поверхность а вы их если вам не удается их осознать понять да вы как будто бы их заново подавляете внутрь себя какие-то очень важные значимые эмоции потому что здесь выпадают верховная жрица и колесо фортуны ну-ка давайте-ка будем уточнять король жезлов здесь что-то имеет какое-то отношение коммуникации до к общению действительно что-то невысказанное так секундочку потому что здесь все верховная жрица она сразу так напрямую это и не показывает да это очень где-то вот глубоко внутри вас скорее всего это связано с какими-то переживаниями которые вот вы знаете долгое время копите в себе либо это еще связано как-то вот с терпением да что-то может быть долгое время терпите никому не говорить что-то здесь такое не могу понять шестерка монет скорее всего это эмоции смотрите здесь может быть несколько моментов один момент каким-то образом это связано с вашей сексуальностью но вот этого вот в эту часть я не буду здесь погружаться но здесь тоже есть какие-то эмоции которые связаны именно с какой-то вот сексуальность он здесь может быть абсолютно разные вещи до начиная там я не знаю может быть какая-то тайна связанные с этим от неприятный там ну я не хочу сейчас в это вот прямо говорить потому что она может быть ну то есть это должно быть скрыто я сейчас не буду погружаться и в это но вот те кто меня слышит поймут до знает о чем здесь речь потому что есть какая-то такая действительно специфика присутствует сексуального аспекта то есть она может быть какие-то предпочтения либо то что произошло с вами это в прошлом и возможно они кому-то и не сказали а если рассказали то есть что то что вот вас этого не знаю как-то подавляет такое ощущение что хочется как-то освободиться от этих эмоций переживания вот это для кого-то здесь примут очень-очень действительно важно и это эмоции с этим связано а для кого-то здесь эмоции непосредственно связаны во взаимоотношениях с людьми именно в коммуникации то есть так собака не шуми то есть здесь эмоции связаны с коммуникации как будто вы знаете долгое время что-то подавляется не знаю если допустим вы работаете с людьми и у вас есть либо подчиненные либо вы предлагаете какие-то услуги либо ну вот здесь какой-то рабочий аспект идет а здесь не не личного формата то здесь такое ощущение что вот вам приходится как будто бы подавлять какие-то вот эмоции внутри себя знаете терпеть ну я не знаю может быть опять же таки если это в контексте услуг терпеть какие-то вопросы которые ну идут от от людей вашу сторону да может быть это касательно профессиональной сферы то есть если это консультирование люди могут ну в кавычках задавать глупые вопросы к примеру и вот вам приходится терпеть либо терпеть я не знаю какое-то не очень культурное воспитанное отношение к себе но именно вот если это со стороны там не знаю либо клиентов либо подчиненных то есть как как это объяснить а вот в рамках профессии да то есть по-другому нельзя и вот здесь вот ну то есть если бы это было там я не знаю какой там приятель либо незнакомый человек да можно было как-то ну отрезать его словесно да либо не знаю указать на дверь хочется сказать на либо поставить этого человека как-то высказав вот прям все что хотите а здесь как будто бы не получается ну то есть нельзя да потому что есть какая-то вот езда профессиональная этика поведение да то есть допустим там с клиентом надо всегда быть вежливым да не важно если клиент тоже может быть к вам не вежливо то есть вот здесь вот какие-то такие моменты еще есть какие-то но вот меня очень тревожит то здесь причем вот эти вот эмоции да они создают какой-то сценарий какую-то цикличность то есть либо здесь эмоции как вот приходит накатывают и потом уходят как прилива отлива либо здесь здесь действительно вот эти вот эти вот эмоции это ладно это понятно с этим большинство людей в принципе сталкивается да когда там я не знаю приходит какой-нибудь клиент и ну как вампир начинает поедать ваше время да и по сути по факту он не покупает допустим вашу услугу либо не 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 заключается договорного время очень много съел и все это время до человек ну то есть в данном случае вы находитесь вот каком-то стрессе подавленности своих эмоций да потому что понимаете что он у нельзя их выразить неправильно некорректно либо не умеете не знаю что то здесь такое но вот это вот меня тревожит больше всего вот это вот сексуальный аспект хорошо причину давайте посмотрим причину того что вы их подавили либо или сдержали не высказали вот в чем причина на вот этого аспекта аркан мира в чем причина причина в том что здесь вы как будто вы приняли для себя решение идти дальше ну то есть я поставила точку то есть это случилось и случилось да и суть смысл копаться в этом разбираться такое ощущение что здесь вот как будто бы хочется сходить каком-то профессионалу да я не знаю либо там каком-нибудь духовнику и вот исповедоваться то здесь вот есть необходимость вытащить да то есть сами по себе вот это вот там есть на день списать какие-то свои мысли на бумажке это не сработает здесь нужен живой диалог здесь нужно действительно вывести человека на эмоции чтобы вот прорвало знаете есть такое ощущение что хочется прям проплакать прорвать дать вытащить это освободиться то есть это обязательно закончится какими-то там криками я не имею ввиду ругательство а я имею ввиду знаете вот как крик души вот прорать где-нибудь я не знаю в лесу но то есть такие громкие звуки что вас никто не слышал чтобы никто не пугался но здесь вот именно как будто бы взаимодействие с какими-то другими людьми необходимо но я имею ввиду мастером который бы вот вот зацепил да потому что это достаточно глубоко до зарыто и не знаю подавляли потому что приняли решение что нужно дальше идти и нету смысла это вспоминать но здесь знаете как получается вы то вспоминать не вспоминаете но это имеет какое-то последствия на вашу качество вашей жизни то есть все равно то есть не вспоминая это как будто бы вы отказываетесь от этого да не принимайте то здесь нужно принять и с другой стороны аркан мира говорит как завершение как то что опять же таки смирились да то есть приняли это как факт но случилось и случилось но типа есть и есть но вот у меня такое ощущение что вот это вот качество вашей жизни не не придало то есть как это сказать головой головой вы как будто бы понимаете а в душе как будто вот такой холод да то есть действительно подавленность вы даже об этом вспоминать не хотите вот причина в этом здесь здесь с одной стороны казалось бы аркан мира говорит о завершенности но я не вижу чтобы здесь исцеление произошло вот в чем причина этой ситуации здесь исцеление нет и поэтому движение дальнейшего нет так как вы хотели то есть последствия есть этого в чем еще причина того чтобы это подавляете ну вот дьявол видите здесь все равно есть эта зависимость заметьте да именно на на эту ситуацию у нас выпадает великие арканы верховная жрица колесо фортуны аркан мира и дьявол то есть если на коммуникацию у нас выходит мало аркан то есть то что на это повлиять и может вот на это как будто бы нет здесь не знаю то ли это какой-то кармический урок то ли то есть но здесь не простая какая-то ситуация она очень важна и значимой вашей жизни и в какой-то степени здесь человек завис вот именно на этом дьяволе здесь такое ощущение как я не знаю как чесотка да вот чешется хочется все время про это вот то сказать излечиться и излечения нет исцеления нет вот вот в этом-то проблема почему мы подавляли потому что потому что потому что здесь это знаете здесь возможно был еще очень сильный страх последствия этой ситуации до что вы никому не рассказали и вот не могли повести себя вот в той ситуации которая здесь идет речь по-другому и и аркан дьявола здесь говорит о том что вот как будто бы подцепили вас здесь как на на чувство от отвращения да то есть вот здесь вот эта вот энергия сексуальная она почему-то вызывает в сознании вашему какое-то отвращение да то есть человек как как знаете не принимает как будто бы себя из-за этого стыдиться вот какие-то неприятные здесь чувства идут они очень глубокие я не знаю может быть какие-нибудь там это может касаться и предпочтение например да в сексе которые не считаются нормой и а человека воспитывали о том что вот если такое существует на либо если ты так себя ведешь значит вот ты ну не нормальный значит и неправильный значит вот что-то здесь мне идет с грязью как-то но опять же таки грязь это чисто метафорически да потому что диал у нас отвечает за материю здесь эта материя она как будто бы ну нечистая то есть человек стыдиться есть значит следит за своей какой-то я не знаю сексуальности привлекательности там есть на своих каких-то форм своих каких-то предпочтений ну то здесь какая-то вот глубокая такая ситуация ну и вы по-другому не могли да то есть кроме того что вот как-то переступите идти дальше по-другому здесь не не получается да то есть какое-то решение кроме того чтобы принять здесь нету здесь надо вытащить эту эмоцию прожить ее и отпустить вот здесь освобождение не хватает здесь как некая такая паутина которая вас все время держит за оценочность вашу и непринятие себя не знаю почему я так много времени на это уделяю но потому что здесь вот понимаетесь какое-то что-то для людей кому это откликается вот это очень актуально это очень болезненно и это действительно больно это не просто слова такие что знаете как я не знаю это например как люди которые пережили войну и у них на всю жизнь это останется в память да да то есть памяти то есть они могут жить потом я не знаю в мирное небо да под мирным небом ну то есть в мире как говорится да но вот эти вот воспоминания того что они видели например на войне да вот это вот смерть разруху бомбы и так далее она никогда не уйдет из памяти да то здесь такие моменты могут быть ну ладно хорошо вот по поводу я просто мысль мне такая пришла да ютюбу не нравится такие слова думаю ничего не будет вот или опять у меня там закроет комментарии дожили да уже есть фильтр того что ты можешь говорить что не можешь говорить вот зато всякую такую ненужную информацию деструктивную ее оставляет ладно по поводу вот этого вот подавления эмоций взаимодействия да то есть здесь коммуникации человек себя каким-то образом подавляет при взаимодействии с людьми то есть что конкретно шестерка жезла дарком победителем я просто стараюсь а знаете как там нащупать вот эту вот эмоцию причина причина того что вы подавляете потому что здесь возможно есть вот это вот необходимость быть все время на коне да то есть иметь это правильно сказать держать лицо держать лицо то есть то что я и сказала ранее да есть некий такой статус что ли формальности в поведении да и получается так что я не могу напрямую да сказать там не знаю клиенту что за глупые вопросы либо еще что то то есть высказать что то здесь человеку не получается потому что вот во-первых должна транслироваться некая такая гармония да ну то есть коммуникация она должна быть красивой здесь получается так что вы со своей стороны стараетесь быть деликатными вежливыми культурными но при этом у вас есть конечно же понимание что ну не все люди могут возвращать вам такое поведение да как у вас ну нормы у каждого свои поведение воспитанность у каждого своя но здесь вот вы должны быть как будто бы на коне вот в этом деле ну то есть придерживаться какого-то определенного статуса еще причина в чем подавляют вы подавляете ну потому что это необходимо вот как будто бы для вашего развития я не знаю это как-то связано с профессиональной сферой то есть если допустим я там не знаю какой-нибудь вы менеджер да и к вам приходит там кризисный менеджер и вы должны решить какую-то задачу вы понимаете там что кто-то на косячу этот человек там отпирается ну я не знаю либо не признается либо еще что-то и вот хочется как будто вы знаете вывести на чистую воду и сказать да блин да признайся мы уже решим задачу и все и тебе будет лучше и мне да вот как-то быстрее решим не получается то есть вот здесь какие-то либо моменты либо например там не знаю приходит там работаете где-нибудь в магазине да и приходит клиент и начинает вам политику партии объяснять и с вашей стороны вам хочется сказать им так товарищи вот там двери вот идите пожалуйста и нам не нужны ваши деньги здесь вынуждены либо там я не знаю какой-то требовательный клиент но при этом он там вип какой-нибудь да и приносит вам доходы вы понимаете что блин пошлю я его сейчас отдыхать останусь потом без там я не знаю без его денег в котором нуждаюсь да то есть вот как какие-то такие моменты и последний вопрос мы теперь смотрим в чем была задача да вот в чем была задача вот этих вот эмоции почему здесь вот это вот появился страх какой-то вот унижение ощущение себя вот какой-то вот не чистый неправильный не непринятие да вот что то здесь такое почему в чем была задача вот эта эмоция задача рыцарь рыцарь железлов здесь как будто бы задача была знаете как-то проявить себя проявить вот эту эмоцию да то есть и обязательно нужно было как-то проявить выразить и что-то позитивно то есть как будто бы показать как-то выразить я не знаю праздник жизни что-то такое здесь вроде бы смысл этой эмоции он был какой-то позитивный ну то есть задача была как-то вот повеселиться развлечься обрадоваться что-то здесь хорошее да я знаю ну как повеселиться идет в чем задача королева жезла как-то раскрыть то есть задача была раскрыть в позитивном аспекте вот это вот качество да то есть ну в данном случае у нас сексуальная энергия здесь идет раскрыть качество этой энергии для того чтобы как-то не знаю ну в позитивном русле раскрыться здесь я не знаю здесь я не могу найти другие слова но такое ощущение что как цветок который раскрывается и начинает свисти и пахнуть то есть здесь вот эта вот задача была свисти и пахнуть чтобы из бутончика цветок превратился ну раскрылся а получилось так что как-то вот это цветение оно принялось не совсем правильно причем хочется сказать что здесь вот вообще нету вашей вины а вы как будто бы вот эту эмоцию перевели в категорию негативный какой-то то есть она сама по себе имела какой-то позитивный посыл удовольствие наслаждение какой-то радости а в конечном итоге почему-то оценилась и вообще вся эта ситуация превратилась вот во что-то негативное не знаю чем здесь идет речь и вряд ли вы мне об этом напишите потому что ну если напишите я могу сказать что вы прям очень храбрая здесь такие вещи ну не думаю что будете писать потому что то что я вижу но это надо иметь храброй чтобы об этом сказать так где более публично а касательно этой эмоции да то что вы сдерживаете терпите в чем в чем была задача этой эмоции до терпения в чем задача паш мечей научиться мыслить научиться находить ответы на вопросы то есть научиться коммуницировать именно через расширение именно своего словарного запаса да то есть здесь задача была какого-то интеллектуального порядка то есть если вам не хватает там словарного запаса либо какого-то подхода вы не знаете здесь и развитие здесь как будто бы обучение идет через это нужно научиться там есть на договариваться нужно научиться называть вещи своими именами нужно находить ответы на вопросы правильно планировать в этом-то был урок вот он пятерка пендакли показать возможно где-то ваши какие-то предубеждения оценочную какую-то позицию пчерка пендакли у нас говорит то есть вскрыть какой-то кризис внутри вас на что что-то идет вас не так здесь вам чему-то нужно научиться как-то нужно перестроиться вот в этом была задача аркан смерти то есть научиться мыслить по-другому здесь слишком большая какая-то оценочность и эта эмоция она должна была вам показать что если вы прекратите мыслить вот в таком ракурсе да то вы перестанете увидеть в этом какую-то проблему то есть проблемой для вас является эта эмоция лишь потому что в ней заключается урок того чтобы вы пересмотрели пятерка педакли духовная нищета то есть по-другому надо посмотреть не так вы оцениваете ситуацию вы себя так ведете по девятке жезла потому что боитесь боитесь знаете человека который не может скорее всего даже и сказать правду просто потому что он не знает как это сделать паша мечей это начальный уровень да то есть человек допустим там не знаю не имеет так то как маленькие дети да вот увидели например человека с лишним весом дети как обычно говорят они не будут там говорить ой мама посмотри какая тетя полная либо какой дядя полный да обычно как дети говорят то что на ум приходит то и говорит у нас никакой он жирный либо еще что-то вот но здесь речь идет о том что нужно научиться уметь как это слово то по-русски называется справляться справляться с этой ситуации есть на греческом языке такое слово хорошее прямо не знаю как по-русски будет справляться с этой ситуацией то есть уметь разруливать эту ситуацию а вы боитесь боитесь сказать так как есть опять же такие здесь не потому что здесь смотрите какая-то фишка сказать вы можете но будете говорить папажу мечей вы будете говорить грубо да то есть хочется если кому-то там есть на ответить то обязательно это как-то через хамство по-другому вы как будто бы не знаете и поэтому предпочитаете молчать вот здесь вот в этом-то и урок заключался что не надо уходить в крайности да и хамить не надо надо научиться говорить таким образом да ну чтобы получать тот результат который вам необходим и при этом да не хочу сказать не падать лицом грязь то есть уметь доносить информацию допустим там без каких-либо оскорблений но и в то же время без лицемерия и вот без наступания себе на горло то здесь ваш урок в этом заключается да поэтому вы просто боитесь сказать потому что не умеете вот в этом задача так это у нас была первая позиция такая для кого-то неприятно ну когда мы затрагиваем эмоции это всегда есть поэтому верховное жрец то нам здесь и не хотела это показывать чтобы не было больно так вторая позиция красненький камешек двоечки смотрим что за эмоции которые вы не высказали не выразили не высказали что за эмоции ну эмоции разочарования огорчения каких-то вот слез слезы проливаете чувствуете себя как будто бы в проигрыше да что не могли вот в этой гонке за этим мячом вы остались как будто бы ни с чем да то есть может быть разургались с кем-то либо разорвали какие-то отношения и остались ни с чем да то есть то что причем это пятерки да тоже урок был в этом какой-то разрушительный урок так и эмоции помимо огорчения расстройств и переживания какие эмоции ну эмоции я не знаю можно ли одиночество назвать эмоции какого-то отдаление покинутости вот здесь такое чувство знаете что покинутость человек как будто бы утратил ориентиры он теперь не знает что ему делать как ему быть еще какая эмоция вы не высказали башню да то есть здесь чувство которое вас очень сильно ранили вроде бы с одной стороны да вы получили здесь те ситуацию тоже еще одновременно показывают вы получили некую такую свободу но разрешение этой ситуации вот эта свобода вы как будто бы ее не хотели то есть вот и говорю ощущение того что вот какой-то разрыв я не знаю произошел в отношениях и вот вся вся ситуация произошла таким образом что вот она как будто бы вас ранило и вам больно здесь больно вроде бы ситуация разрешилась но осадок остался очень неприятный выводы сих пор несете внутри себя да вот королева мечей нам про это и говорит как раз таки что возможно здесь была какая-то конфликтная ситуация либо что-то услышали либо что-то сказали и либо вы либо вам и и это разбило очень сильно сердце вам в первую очередь даже если не знаю вы например ушли до из каких-то отношений все равно чувство одиночества вот какой-то какая-то холодность идет до утрата ориентиров утрата какого-то света очень здесь какая-то болезненная эмоция хорошо причина того что вы подавляете вот эту вот эмоцию именно вот кажется мне что вы все равно продолжаете подавлять не в прошлом сейчас либо сдерживать вот в чем причина почему вы сдерживаете эту эмоцию пашку здесь может быть то что знаете кто-то с одной стороны обиделся а с другой стороны как будто бы человек как-то привык все держать в себе то есть с одной стороны не показывать не потому что вы видите в этом какую-то уязвимость или слабое место а вот как будто знаете желание быть хорошим желание понравится то есть как будто вы говорите этому человеку не знаю допустим ситуация где идет расставание человек вам говорит да ты прекрасный партнер все с тобой было хорошо но у нас заканчивается там есть на отношении по причине того что я хочу что-то другого то есть допустим вам честно признали что ну появился кто-то другой человек дали бы я хочу жить вдали от себя вот и здесь вот в этой ситуации мне показывают вас в роли того который говорит окей я уважаю твой выбор до принимаю окей давай расстанемся но потом когда вы допустим расставание произошло вы это не знаю там дома сидите где-то вот вы сидите начинаете рыдать почему потому что вам обильно больно но в тот момент когда вы расставались мне не высказали свои переживания то есть насколько вам это больно насколько вас это ранит то есть это чтобы вы сказали я не думаю что здесь ситуация как будто бы изменилась да и другой человек остался с вами просто вы захотели быть на высоте вот и не показать вот это вот свою слабость что ли хотели понравиться сказать человеку не знаю сказать что да я принимаю на самом деле это был обман потому что ну вы не приняли вы до сих пор не принимаете вот это вот расставание по пятерки кубка вот то что то что утратили то что ушло то чего уже больше не будет причина вот какая то еще ваша детскость я не знаю наивность привязанность вот еще вот в этом еще почему подавляете сдерживаете до этой эмоции ну потому что есть еще надежда по ту же педакли что все может измениться будет еще как будто бы какой-то шанс до шанс на на обнуление либо на начинание заново то есть такое ощущение что будет как как возможность а не то чтобы встретиться с этим человеком а прожить эту эмоцию да то есть я ее сейчас не проживаю но вот будет возможно и будет время я там как говорится подумаю об этом да и ну да проживу эту эмоцию если в этом есть какая-то необходимость то есть оставили на потом но здесь еще вот ощущается какая-то такая надежда да то есть зачем я буду отказываться либо проживать чувство что если я буду проживать эту эмоцию это будет признанием того что поставлена точка а я не хочу и здесь вот ощущение того что вы ставите себе какую-то запятую на либо многоточие что здесь еще не . что здесь еще ситуация не знаю либо с каким-то человеком либо в общем она еще появится вот у вас есть еще надежда то есть по сути здесь человек не признает какого-то факта свершившегося до завершения и поэтому он не хочет проживать эту точку то есть эту эмоцию проживая ее вам придется признаться себе что здесь стоит . здесь вот какой-то такой сценарий идет в чем была задача вот этой вот эмоции огорчение расстройство вот это вот боли да непринятие здесь вот идет непринятие вот в чем была задача этой ситуации эта эмоция в чем задача задача была в любви да то есть эта эмоция тоже являлась частью любви частям выражения до этого состояния в чем еще была задача вот король и королева кубков задача была показать не знаю либо себе либо кому-то здесь как будто личная жизнь касается если первая позиция была как-то профессионально здесь лично я не могу и по-другому знаете иногда бывают такие моменты да как бы я там не любила затрагивать личную жизнь но так как это является частью нашей жизни все равно приходится говорить здесь ощущение того что это вот прям касается каких-то ваших личных отношений да то есть здесь здесь были истинные чувства и задача была раскрыть вас раскрыть вот это вот эту любовь эту эмоциональность эту может быть здесь еще знаете показать вам насколько вы умеете сопереживать показать задача либо научиться сочувствовать сопереживать быть более эмпатичным то есть это затронуло настолько чтобы вот вы увидели в себе эти качества на в чем еще была задача эта эмоция научиться ценить себя видите королева пендакли то есть понять с одной стороны насколько вы глубокие умеете ощущать вот всю эту гамму эмоций да то есть не только что-то одно такое знаете ограниченное а именно целый спектр потому что люди редко дают отчет себе да вот именно в эмоциональном плане какую эмоцию они проживают вот здесь ну то есть иногда путается там например волнение и тревожность вот вам как раз таки это дано было для того чтобы вы увидели что есть еще и вот такая эмоция да именно вот в этом как будто бы расставание там было не только какое-то огорчение а было очень много одновременно прожитых эмоций которые в совокупности составляют там я не знаю любовь например и задача была чтобы вы это увидели насколько вы глубокие насколько вы умеете это все переживать для того чтобы понять свою собственную ценность то есть вырасти в своих глазах не для того чтобы там огорчались ты проживали там лили слезы а для того чтобы вы осознали насколько вы цены вот ценность эмоциям что как я могу прожить и это да то есть я могу распознать это могу ощутить это здесь вот в этом задача лицами чей а плюс ко всему знаете еще это вот был как некий такой урок помимо отц помимо того что вы умеете чувствовать вот все эти эмоции до переживания и понять свою ценность и в дальнейшем для чего вам нужно было понять свою ценность чтобы вы шли именно к десятке кубков до чтобы как это правильно то сказать что вы для себя поняли вот какие эмоции вы хотите переживать в отношениях а какие нет к чему вам стоит стремиться то есть понимание как будто бы каких-то мотивов плюс ко всему процессов того что происходит это наметила бы для вас как раз ки подшельнику да дало бы вам ответ на вопрос каких действительно вы отношений заслуживаете что вы действительно хотите то есть плюс ко всему что вы это проживали еще и вопросы на подумать на найти ответ на вопрос а что я хочу в отношениях до быть более проницательны в этом плане то есть не только в эмоции находиться но еще и включать немножко свою голову чтобы видеть разностороннюю ситуацию понимаю что теперь я готова построить вот такие отношения здесь как какой-то промежуточный этап он был дан для того чтобы вы понимали уже каких отношений по-настоящему я хочу то есть что я хочу проживать когда я нахожусь в отношениях какие чувства да здесь не 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 про качества именно вот какой спектр да я хочу проживать что вот это вот я хочу а это я не хочу вот как-то здесь более глубокое понимание идет ситуация но не со стороны интеллекта со стороны эмоциональных переживаний так это была вторая позиция мы с вами переходим к позиции номер три зелененького мука мишку троечки смотрим какие эмоции вы не высказали не выразили шестерка мечей здесь какая-то подавленная даже не эмоция а как некая такая мысль да которая говорит о том что оставьте меня в одиночестве оставьте меня в покое здесь я не знаю как это называется эмоции но смысл заключается в том что человек как будто бы хочет остаться самим собой наедине какое-то время да вот побыть собой мы у него не получается и он начинает проживать здесь не то чтобы раздражение какой-то такое знаете в некоторой степени усталость от того что он находится все время под присмотром каким-то да то есть есть все время какие-то люди вокруг которые не дают ему расслабиться здесь шестерки мечей смотрите как интересно да то есть сумасшедший налил воду да он принимает хочет принять ванну вот с какой целью да чтобы остаться как будто бы наедине погрузиться вот под воду чтобы никого не видеть никого не слышит он все равно медбрат за ним присматривай вот у вас какая-то такая эмоция идет здесь я все время нахожусь под каким-то присмотром оставьте меня в покое еще какая эмоция какой-то я не знаю здесь здесь какая-то боль до человека раненого что ли что такое вот как будто бы вас эмоции что-то вас здесь ранило что-то причинила вам боль эмоции какой-то боли и вы все никак не можете исцелиться что это за боли просто знаете у меня такая мысль пошла о том что мы говорим о душевной боли но душа не может болеть да болит наше эго и поэтому у нас здесь и выходит да туз туз мечей и шестерка мечей то есть мечи про ментал про интеллект то есть это как будто бы боль от головы то есть вот эти вот все эмоции они идут от головы это не то что душа действительно как-то болит вы не можете исцелиться как-то вот успокоиться не можете получается так что здесь ваше эго как будто бы не может успокоиться потому что ходит восьмерка жезда смотрите от себя не убежишь ходит постоянно по какому-то кругу здесь восьмерка да как знак бесконечности наступая на одни и те же грабли я не могу исцелиться что здесь за эмоции от которой вы не можете исцелиться чувство справедливости понимаете здесь не одна какая-то эмоция здесь вот все время какое-то ощущение здесь не чувство здесь вот ощущение что со мной поступает как-то несправедливо вот что-то идет не так как я хочу здесь как будто бы не хватает вот удовлетворение и удовлетворение того что вот я расслабилась да потому что здесь человек как будто бы он все время напряжен он все время находится в каком-то стрессовом таком состоянии, как микроб под микроскопом, что всегда есть какой-то старший брат, третий глаз, который за ним наблюдает. И хотелось бы от этого уйти, но этот третий глаз, он одновременно и вне вас, и внутри вас. И получается, что от себя никуда не убежишь, потому что я сам на себя смотрю, я сам себя как-то оцениваю. Я сам себя контролирую. Какие здесь эмоции могут быть с этим? Вы знаете, иногда бывает такое ощущение, что у вас действительно бывает какая-то паранойя. Я не говорю сейчас медицинский никакой диагноз, а услышьте меня правильно. Иногда бывает какая-то навязчивая мысль. То есть паранойя — это какая-то повторяющаяся, мысль, сверхмысль о чём-то. И вот здесь вот эта вот какая-то мысль, какая-то идея, которая вызывает у вас беспокойство. Вот, всё, я поняла. Здесь эмоция называется беспокойство. Вот вы всё время беспокоитесь, всё время тревожитесь за что-то. И вот это вот беспокойство, оно само вас ранит. И вы никак не можете исцелиться, успокоиться, прийти в равновесие. А в чём причина этого вашего беспокойства? Почему вы подавляете здесь это беспокойство? Ну вот причина. В пятёрке мечей, да. А пятёрка мечей у нас связана как раз-таки здесь с арканом справедливости, да. То есть здесь человек сам себе наказывает, потому что ему не нравится его отражение, да. Здесь ещё и бес изображён. Ну, такая особая колода здесь, кто не в курсе. Вот. Внутренний, да, бес, который говорит, вот, посмотри, это плохое, да, твоё отражение. Ты вот такой несовершенный. Почему он несовершенный? Ну, помимо того, что здесь моменты перфекционизма тоже проходятся, почему? Потому что есть справедливость. И вы не можете прийти к какой-то вот гармонии, да, как-то увидеть вот эту вот красоту. Потому что всё время идёт какая-то претензия и несоответствие либо внешнего внутреннему, либо внутреннему внешнему. То есть всё время идёт вот какая-то борьба, да, какая-то претензия. Здесь урок в этом, да, то есть принять. Принять какое-то несовершенство мира, да. Здесь, с одной стороны, да, это можно оценить в позитивном ключе, да, что вот ваш глаз намётан таким образом, что вы можете видеть совершенство этого мира, и вы стараетесь как будто бы что-то изменить, чтобы мир стал лучше. А с другой стороны, это является утопией, потому что, ну, мир не может быть идеальным. В этом-то и все правила игры. И вот идёт какая-то борьба бесконечная, вы всё время тревожитесь, да, то есть как от глобального, так и к более частному идёт. То есть вы можете тревожиться за себя, там, я не знаю, за своих детей всё время, что вот как-то, не знаю, что что-то несовершенно в этом мире. В чём у вас здесь главные-то претензии? Аркан суда. Видите, какие старшие арканы пошли? Очень серьёзные. Претензии могут быть как на семью, так вообще глобально касательно, я говорю, мира, что вот всё никак он не переродится, всё не станет каким-то идеальным. И вот эта вот тревожность, да, вы не можете успокоиться, не можете. Что он поможет успокоиться? Хочется спросить. Аркан солнцу. Видите, научиться радоваться абсолютно всему. То есть вопрос в том, на что вы обращаете внимание. Здесь вы как будто бы обращаете внимание на какие-то негативные моменты. Там, не знаю, несправедливо относятся к старикам, несправедливо там что-нибудь с пенсией, всё время какие-то вот претензии, не знаю, живу в несправедливом государстве, мир несправедлив, вот всё идёт не так, люди не такие, я не такой, дети не такие. Вот какой-то, вам нужно переключиться на что-то более радостное, то, что вас будет наполнять, то, что вас будет радовать. Нужно здесь поднимать вибрации. Потому что вот этот вот бесконечный стресс, бесконечная тревожность, особенно если она связана с каким-то перфекционизмом, у меня здесь такое ощущение, я не случайно сказала мания, да, потому что это вот именно мысль какая-то навязчивая. Их может быть несколько, но вот я вижу одна. Я не знаю, может быть у вас есть, там, как это называется, когда человек боится микробов, да, либо вот поднимая, ну, по сути-то, в принципе, уже закончилась, да, и маски-то не носишь. Но здесь я вот, я, например, по улице иду, я вижу, там, например, старики очень часто носят маску. Теперь представьте, да, там 40 с чем-то градусов у нас было летом, 42. И вот человек, ну, помимо того, что вообще дышать невозможно от жиры, человек носит эту маску. Почему? Потому что у него страх, там, я не знаю. Страх, вдруг я заразился, там, страх заболеть, страх микробов. Вот уж какие-то такие фобии здесь тоже проходят. Ну, какая-то вот маниакальность, там, либо с чистотой показывают. Ну, я сейчас пока говорю крайности, но в вашем случае это может быть не всегда так крайности, но это присутствует. Там, например, один день я не уберу дом, ой, это неправильно, да, надо. И даже, допустим, человек уставший приходит после работы, все равно надо там пыль вытереть, надо полы помыть, все такое. То есть, ну, важно вот какие-то такие вещи, которые для кого-то, может быть, неактуальны, и, в принципе, они вам ухудшают жизнь. То есть здесь вот эта вот бесконечная тревога, она не приводит ни к чему хорошему. В общем, вам нужно жить по солнышку, вам нужно радоваться каждому дню, да, понимать, что жизнь, она скоротечна в нашем одеянии, да, одной жизни. И, ну, то есть старайтесь ее прожить более радостно, что ли, более счастливо. Переключитесь. Здесь такие мысли, что, я не знаю, не очень, не очень хорошие. А в чем была задача вот этой вот тревоженности? То есть для чего она вам была дана? Король Пендакли. Кстати, аркан, который очень редко выпадает, да, здесь Артур Уэйт изображен. В чем-то задача была. Задача была в том, чтобы вы просто научились структурировать, скорее всего, свою жизнь, да, выстроили какой-то такой фундамент, там, поров, на который, ну, вы бы могли стоять двумя ногами. А вы здесь как будто бы, ну, идет отклонение от баланса, от равновесия. То есть надо было просто выстроить некую такую структуру, да, и в соответствии с ней жить, чтобы она была для вас с опорой. А здесь вы из этого сделали, там, я не знаю, какой-то культ. И, по сути, поскольку пошли в противоположный полюс, здесь это для вас стало разрушающей энергией. То есть, по сути, вам должно было дать комфорт, уют, удобство. Видите? Тройку кубков радость, а дало наоборот. Здесь, скорее всего, даже если люди, допустим, вас окружают, и вы устали от общества, то есть, по сути, они должны были вам быть даны, чтобы вы как-то веселились, общались, радовались. А для вас это стало вот каким-то грузом. Там, например, если вопрос касается детей, даны были вам дети, там, ну, большая себя, я не знаю, трое-четверо детей, для того, чтобы вы, ну, вместе радовались жизни, вообще и самому процесс, что вот у вас такая большая семья, а здесь получается так, что, ну, для вас это стало каким-то грузом, абузой. То есть, ушли просто в противоположное направление. Вот как-то так. Так, это был третий камешек, да, третий вариант. Такой у меня был сегодня расклад на начало недели. Не знаю, наверное, не совсем приятный, но и вопрос был такой достаточно сложный. Вот. Прощаюсь с вами до среды. Посмотрим в среду вашу способность получать ответы, да, откуда вы получаете ответы на вопросы, каким образом. Ну, это будет уже в следующем раскладе. Пожелаю вам еще раз приятной и легкой недели. Всего вам самого наилучшего. До следующего расклада. Пока-пока.